Звучит музыка Звучит музыка Так, дорогие друзья, всем привет! В общем, начинаем мы утепление, наконец, нашего дома. Правда, у нас тучи никак не проходят. И все время дожди какие-то собираются. Вот, где-то через часа два с половиной, опять дождик хочет пойти. Но есть возможность утеплить вот эту вот стену, потому что здесь внизу все просохло. В общем, можно спокойно утеплитель к этой стенке, к сухой, крепить. Да, к этой стенке крепить можно. И сразу же ее мембраной закроем. Вот, нужно будет еще тут подумать. С этой стороны тоже вроде более-менее, еще тоже можно начать. Уже сейчас подсыхает. Но вот с этой стороны все мокрое. Видно, дождь в эту сторону нулил вчера. Ну, будем, что, делать то, что имеем, потому что дожди не заканчиваются. Кушать хочется, да? Видите, у вас там сены сколько? Бошадь здесь очень себя нормально чувствует. Погодка для них вообще шикарная. Не жарко, не кусают. Наслаждаются жизнью. Здесь все у нас готово для контур-утепления. Все, бруски у нас пробиты 50 на 50. Будем сейчас в них всовывать. Расстояние между ними 58 сантиметров. Как раз, чтобы сюда вплотную прям он вплотную-вплотную встал сюда. Так, дорогие друзья, для утепления мы также используем технониколь Rocklight. Она у нас подходит для мансарды, скатная крыша, холодный чердак, баня, полы по лагам, каркасные стены. Фасад-подсайдинг. В общем, этот утеплитель будет у нас служить утеплителем наших стен. Мы делали расстояние между наших стоек 580 миллиметров. Как раз для того, чтобы плотно засунуть туда утеплитель. И как раз наш утеплитель выходит 1200 на 600 миллиметров. Это у нас в других таких стены. Чтобы 20 овся fewcessов дел с утеплитель. в общем мы с августенком гуляем у нас потеплело но все равно мы в общем зимний такой курточки можно так сказать вот он конечно в полном отрубе когда мы приезжаем сюда он просто в полном отрубе вообще просто видимо такой воздух особенно сейчас после ливня может быть какие-то смолы поднялись и я не знаю но я стою и прям стоит запах сосны запах деревьев запах иголок мокрой травы но очень насыщенный свежий яркий запах сейчас конечно солнышко ушло все равно тепло и дороги вот такие вот коляска наша прекрасно едет конечно если поедет машина будет трудно но машина здесь редкая если что все пропускают вот ветерок нам не страшен спит он вообще как этот бокс урок я бы тоже так полежала и поспала долго мы гулять не можем потому что нам надо в больницу всем маленьким деткам же надо ездить в больницу взвешиваться вот последний раз когда мы взвешивались полтора месяца он весил 5 килограмм 700 грамм представляете сейчас ему два с половиной месяца ну на тот момент когда я снимаю это видео ему два с половиной вот посмотрим сколько он сейчас весит у меня очень болит спина из-за того что он очень тяжелый а что сделать вот стараемся к рукам не приучать потому что ему еще трех месяцев нет а он такой тяжелый и дальше что будет но все равно берем естественно маленький ему тоже не очень все интересно хочет он тоже что-то посмотреть а а не может пока стоит коляской пускай стоит пускай спит это получается дорога объездная вокруг деревни для тех машин которые не могут доехать вот там по прямой вот здесь принципе может любая машина проехать вот она такая объездная получается вот за лесочком там деревня две части все при приехала я тут на участок тут уже стены клепает но погода вот видите она каждый день такая не позволяет что-то опять пока пола закапала не знаю это походу какая-то подветренная сторона сюда походу она должна попадает поэтому отсюда решили делать еще чуть-чуть осталось что стены закрыть у нас все же готово уже уже и полы скоро придут шмаке кофточку я сделала из этого из штанины он радуется нифига он в ней носится радуется смотри как господи господи почему обрадовались очень сильно штанине и 1 и и другой план что-то его воспринимает как игрушку в этой штуке что это такое ладно давай туда на угол заверни закрыть тогда и 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 о и и поэтому я решил что закреплю ее в некоторых местах брусками по этой длинной части стены тоже штуки три пустим чтобы она просто ров плотно здесь держалась вот потому что ну ветер а потом мы уже пустим когда полностью накроем пустим уже длинные получается ну длинную обрешетку для вет зазора уже длинные пусть на метр то есть рулетка а не нормально нормально вроде ровно все идет здесь у нас тоже нормально все так прошли первый ряд все первый ряд пленку натянули пробили везде бруски ну нужно будет их чаще сделать просто сейчас торопимся чтобы сры второй ряд закрыть потом уже я хочу длинные пустить чтобы пересечения в одном месте не было можно это разрешено чтобы пересечения было но я хочу все равно полный потому что будет лист osb крепится ну хочется в общем не так так не хочется сделать сейчас начнем второй ряд уже утеплять и пленку тоже заводить потому что через час где-то полтора дождик опять начинается ну а на колхоза ну вот а нет на верму на верму на верму а то вовремя я и все Субтитры делал DimaTorzok Все, наверное, зададутся вопросом, какую мы гидроветрозащиту используем, как она называется. Все уже поняли, что это техниколь. Вот она наша гидроветрозащита AlphaVent 150. Это диффузионная мембрана повышенной прочности для утепления крыш, стен каркасной конструкции, вентилируемых фасадов. В общем, да, Шуни? Техно-Николь. Данную гидроветрозащиту можно использовать для фасадов, для крыш, для кровли, получается. Она также может служить временным фасадом. То есть, если у вас дожди там или еще какое-то, она какое-то время может, в общем, служить от осадков, в общем, спасать ваш дом, вашу кровлю и так далее. Если вы не успеваете положить, не знаю, тот же самый фасад, фасад уже сделать или крышу накрыть, чем вы планируете накрыть, то какое-то время она может служить временной кровлей. Поэтому это, ну, я бы считал, что это очень классная вещь. Сейчас мы ей закроем, получается, весь дом и уже спокойно можно дальше продолжать уже внутри утеплять. Ничего не случится, никакой дождь, снег, через нее, в общем, не проберется ни ветер, никакая влага и утеплитель будет полностью в надежном состоянии находиться. Вот в каркасе. Потом мы уже обошьем ОСБ, когда ОСБ приедет. Но пока сейчас уже начинаются дожди, нужно быстрее-быстрее закончить с этим, вложить утеплитель, вот, и быть спокойным, заниматься уже внутри, в доме, внутренними работами. Вот такая штуковина. Так что следите, смотрите, что у нас получится. Так, снимаем пленку, у нас здесь есть. И все. Вот она пленочка. Здесь у нас идет липкая часть, которая заклеивается. Также еще дополнительно буду скотчем проклеивать специальным тоже, Альфа-Бенд 60. Субтитры создавал DimaTorzok Может, да? Похорося. Да. Да, 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 да. Да, это же французы запатентовали, и все, это же французский нож. Водички надо вон лошадкам налить. Да, насос новый отлично работает, и вода уже прозрачная сразу стала с ним, малыш, потому что всю муть поднимает, а этот насос довольно-таки хорошо уже, вон, смотрите, чистая уже, видно, вода. Но все равно есть муть еще присутствует, потому что не полностью мы еще от нее ее избавились, но вода уже довольно-таки прозрачная, можно заметить. Хорошо, что я поменял малыш, потому что весь песок, вот эту всю муть, малыш поднимал, поднимал, поднимал в течение сколько, больше двух месяцев, уже кого-то сколько, три месяца, сколько-то, уже два, ну, да, около двух месяцев. В общем, постоянно муть поднимал, а тут уже похоже на чистенькую, мне кажется, через недельку вообще полностью очистится. Вот в таком вот состоянии у нас находится дом. Еще работы много, ну, куда деваться, будем работать, будем делать, надо быстрее до снегов, до прям таких проливных дождей все это дело закрывать. Хотя вчера мы это делали, дождик был, но все равно сегодня хорошая погода, надо вот за сегодня фронтоны закрыть, вот эти верхние части закрыть. В общем, все будем закрывать, как говорится. Лошади все сено распидали, опять, а у них есть там еще. Давайте туда едать, это я вам позже положу. Вчера же мы быстро-быстро все это дело закрепили, отлично, прям, бодрительно. Прошли скотчем, тоже от техно-николь, смотрите, все полностью, ну, тут кусочками нужно. Все, все здесь натянуто. Быстрее-быстрее, вчера дождик лил, потом ночью дождик обещали, что будет, и поэтому быстрее утеплитель засунули, и все это дело накрыли. Уже в темноте вот эти вот последние рейки мы уже крепили, в общем. Сейчас будем докреплять, получается, по всем стойкам рейки нужно будет пробить, чтобы везде, получается, рейки были. По всем стойкам сейчас пройдемся, дозакрепим, и уже будем наверх. Нужно еще здесь вот брусок не сделали, вот 50 на 50, то есть в контур обрешетку нужно будет до конца конька дойти. А вот здесь нужно будет еще пройти одну, тоже рядом с весом, не впритык, ну, чтобы там было расстояние. И здесь тоже нужно будет, в общем, здесь тоже нужно будет пройти. Вот, и потом опять утеплим, и все это дело опять накроем гидроветрозащитой. Вот. Займемся, наверное, в первую очередь фронтонами, потому что фронтоны, видите, очень сильно открыты. Если дождик какой-то боковой будет, то все вовнутрь через фронтон зальет. А здесь даже если будет какой-то такой незначительный дождик, то сюда не попадет. Поэтому надо в первую очередь, наверное, фронтоны закрыть, потом уже вот эти части будем закрывать. Часто, често, 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 често. Все готово. Смотрите, как аккуратненько, ровненько мы все сделали. Прям красота настоящая. Все, все загибы, если что, в окна пойдут. Пробили все рейками. В общем, все хорошо, где-то сделал так. Они у нас просто есть такие длинные, и как-то отрезать, ну, жалко, в общем. Сделали так. Здесь вот тоже так сделали, потому что отрезать жалко. А потом такая же рейка точно-точно пойдет наверх. И все. Все готовонько. Смотрите-ка, внутри тоже довольно-таки неплохо все получается. Где-то что-то надо подровнять будет. А так, смотрите, все прижато. Все отлично прижато. Такие дела. Вот уже можно в окно смотреть. Кто там, говорите. В общем, все хорошо. Все довольно-таки очень хорошо. Альфа-бет. 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 так дорогие друзья погодка у нас такая себе лучше но работать можно в общем смотрите елочку же вы посадили на нашем участке получается на сельхозке елочку сюда перетащили и вот еще маленькую одну такую это надо было две такие наверное чтобы быстрее выросли сейчас такая погода хорошая прям для этого еще мы три сосны посадили перед домом вот там у нас получается окно и перед вот окном там три сосны чтобы ветер туда чуть подальше почти к забору чтобы сильный ветер потому что у нас здесь северная сторона и вот оттуда очень сильные ветра дует вот поэтому мы решили туда вот три сосны посадить чтобы они хоть как-то в общем от ветра защищали нас потому что очень смотреть тут поле ветер разгоняется с этого поля и прямо на нас но зато еще здесь дом хорошо он здесь будет когда терраса будет от холодных ветров защищать и дом и участок если мы тут что-то будем планировать в общем как-то так какахи будем убирать с леры щас какахи так мадам здесь убирается говорит на во все сейчас надо тележку вывести на наш огород сейчас будем все это вывозить будем и сейчас и всю зиму очень все туда будем бахать навоза очень много все будет перекапано перепаха но будет у нас вот такая земля обзавидуешься как говорится так не буду не словами стойку сломать так все так что ты напрасишь об этот просто я когда сюда заходил тут всегда чисто было я а сейчас видать после дождей они сейчас здесь затусили руки вроде тоже добавляют да в грунт какой-нибудь жесткий очень все походу ну куда вот ну что да хочет выделываться вот сюда кстати я который раз всем говорю многие же думают что кто у нас работает это друг который помогает просто так мне очень многие мои знакомые так говорят но это совсем не так это просто человек который за деньги работает мне просто вот допустим некоторые там одни сказали ну хорошо что вы так быстро дешево построили дом но мы еще не построили его естественно я говорю почему дешево говорю ну вот говорит бригаду там нанимать дорого у вас там друг работает он разве вам не бесплатно помогает этот работник я говорю бесплатно сейчас вообще никто не помогает вообще никто даже там друзья какие-то я не знаю но иногда каждый друзья помогают сейчас за весь переезд нам миша помог до один раз потому что надо понимать у каждого человека свои дела своя работа и вот это вот стройка это труд причем такой нормальный труд и бесплатно каждый день там или через день человек который здесь строят сашей бесплатно ни один человек в жизни так не будет корячиться извините потому что у любого человека свои дела свои проблемы семья и работа как вам ночной лес страшновато а мне нет на самом деле там есть дорога не асфальтированная а щебенка старая там очень много ям и мне больше нравится вот эта вот дорога она помягче мне это больше нравится поприятнее смотреть на лес и мягче машина идет чем по ямам так это мы подъезжаем в деревню мы пока ехали конечно хоть глаз выколи но не знаю в какой деревне будет свет все пять километров то есть у нас от трассы пять километров не будет ни в какой деревне света где мы до этого жили там тоже хоть глаз выколи в общем было в принципе в деревне к этому надо просто привыкать вот сзади меня ужасно просто слепит я не знаю я вообще еду с ребенком и не собираюсь тут ездить как сумасшедший слепит прям дальним светом мне да уж но видимо не смог он проехать там но все равно слепит конечно здесь вот не хватает конечно фонарей вот в первой части деревни есть а здесь конечно нет слепит слепит ну что за человек вообще терпеть не могу таких кто это вообще не вижу кто это бестолковый какой-то так подъезжаем тут уже видно что горит свет у других людей это наши соседи у них очень красивые окна большие такие забор пока нет у нас вообще там только свет от камеры горит вот а там тоже соседский свет все